здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и сегодня у нас будет видео по многочисленным запросам а точнее видео о том как я делаю свой дневной макияж последнее время я перешла на минеральную косметику и хочу с вами поделиться своим опытом ее использование рассказать о всех плюсах и достоинствах я нанесла увлажняющий крем на лицо и оформила брови далее мы будем использовать вот такую минеральную основу в качестве тонального крема она имеет очень нежную текстуру это минеральная основа мелкого помола она прекрасно ложится на лицо и хорошо выравнивает и матирует и хочу сказать что стойкость этой основы просто невероятная мне хватает ее на целый день без дополнительное припудривание кожи и вот так выглядит сама баночка имеется очень удобная крышечка с поворотным механизмом вот так вот выглядит эта основа она практически не видно но на коже создает прекрасный эффект наносить ее нужно вот такой кисточкой кабуки но к сожалению у меня ее не нашлось и я ее наносила самой плотной кисточкой которая у меня была в наличии высыпаю немного основы на крышечку и тщательно распределяю по лицу и сразу хочу попросить прощения снимала при дневном освещении и солнце то появлялось то исчезала надеюсь это не помешает вам смотреть это видео тщательно распределяю эту основу уделяю внимание лбу и также прорабатываю около линии роста волос около ушей чтобы не было проплешин основа очень легкая она не создает эффекта покрытия как будто мукой она просто не невидимая и теперь вот таким бронзером да именно бронзером я буду контурировать структурировать свое лицо бронзер имеет очень приятный оттенок он не навязчивый но в то же время прекрасно подчеркивает черты лица и посмотрите какой у него естественный оттенок сейчас мы его нанесем смотрите он практически невидимый а при растушевке он распределяется настолько тонко но в то же время повторюсь он подчеркивает рельеф и лица оттенок beer 301 если вы будете заказывать использую вот такую кисточку слегка наношу на нее и стряхиваю и теперь мы прорабатываем линию скул слегка хорошо растушевывая чтобы не было у нас видимых мазков но эти это минеральная основа этот бронзер ложится прекрасно и никаких границ не видно далее мы с вами будем носить тени это оттенок 526 в этот оттенок я влюбилась вот вы можете посмотреть на состав теней все компоненты тут прописаны тени рассыпчатый но использовать их очень удобно посмотрите на этот прекрасный нюдовый оттенок он к дневному макияжу подходит просто идеально и вот так он выглядит при освещении меня просто покорили вот эти переливы мелких частичек и этот шиммерный оттенок просто шикарен и вот эти блесточки а точнее это сами структура структура минералов они очень мелкого помола а вот так выглядит оттенок теней без дополнительного освещения наносить тени я буду обычным аппликатором слегка промакиваю кисточку в этих тенях и далее промакивающими и слегка растирающими движениями как бы впечатывают тени кожу век ложатся они прекрасно и сразу скажу они не скатываются целый день у меня держится макияж и честно говоря я в восторге и теперь я полностью перешла на использование минеральной косметики вам на видео конечно не очень видно как они смотрятся на веках но поверьте мне оттенок просто шикарный и нежнейший и хочу сказать что оттенок всегда проявляется где-то минут через 20 когда наступает взаимодействие с кожей берем оттенок 501 он более такой коричневый и нюдовый вот так он выглядит в баночке и смотрите вот я сделала сводчи на руке вот такой нежный коричневый оттенок с легким переливом и и вот он без дополнительного освещения более такой спокойный и наносим тем же самым аппликатором только другой стороной на внешний уголок глаза слегка прорисовывая и создавая глубину данные тени очень хорошо растушевываются я беру такую пушистую кисточку и хорошо прорабатываю уголок глаза теперь мы возьмем плоскую скошенную кисть будем использовать тот же самый оттенок теней и проработаем нижнее веко я всегда слегка прорисовываю нижнее веко чтобы для отказался более глубоким более таким интересным слегка слегка наносим оттенок и хорошо растушевываем его и также вот такой растушевочной кисточкой а это кисть от всеми известных теней ruby rose я растушевываю еще дополнительные тени слегка смахиваю осыпавшиеся тени в процессе работы и вот уже без камеры я нарисовала стрелочки потому что на камеру рисовать стрелки очень тяжело и теперь прокрашиваем ресницы прокрашиваю я как верхние ресницы и слегка легкими движениями я покрашиваю нижние без окрашивания нижних ресниц взгляд становится не такой интересный не такой выразительный и вот посмотрите на наш макияж глаз мне очень нравится и теперь давайте румянами тоже минеральными мы пририсуем наши щечки чуть придадим румянец и такую игривость оттенок 215 очень хороший он нежный ложится деликатно и не создает эффекта намазанных щек свеклой посмотрите он практически невидимый но в то же время придает легкую розовинку щекам и поэтому смотрится очень интересно и деликатно также набираю на пушистую кисточку чуть смахиваю и слегка прорабатываю наши щечки вас можно на камеру это не так видно но эффект все таки есть лицо становится намного свежее и теперь вот таким хайлайтером который я тоже купила мы будем с вами подчеркивать скулы и сейчас я вам покажу лайфхак с помощью которого можно очень удобно и деликатно нанести этот хайлайтер мы окунаем каждый пальчик в этот хайлайтер вот видите и теперь мы будем с вами растирать между другими пальчиками тем самым у нас хайлайтер распределяется и вот так прикладываем на свои скулы слегка похлопывающими движениями и чуть его растягиваем также хочу вам показать 523 оттенок теней это более такие темные тени коричнево графитовый оттенок он прекрасно подойдет для вечернего макияжа потому что на дневной он слегка такой сильно выразительный я вам скажу но хотя с помощью таких теней можно делать макияж и в монотонном цвете то есть мономакияж одним цветом посмотрите как красиво переливаются частицы очень красивый оттенок и вот так более спокойно он смотрится без освещения еще мне понравился вот этот оттенок 514 посмотрите он уже идет с таким фиолетово-бордовым оттенком очень красивый оттенок глубокий насыщенный и также для вечернего макияжа прекрасно подойдет можно его использовать как солирующим оттенком а можно добавлять акценты на подвижное веко на серединку выделяя посмотрите смотрится очень красиво он в то же время как и бордовый и баклажановый и лиловый просто оттенок играет своими цветами эта косметика наша российское производство санкт-петербург все ссылочки я вам оставлю внизу если вы хотите заказать а девочки я вам советую потому что мне эта косметика очень понравилась и после использования китайских всяких теней я хочу вам сказать это небо и земля также у меня есть еще пробник базы матирующий под макияж можете видеть можете поставить на стоп и почитать ее описание и вот наш макияж практически готов осталось накрасить наши губы я использую светлую нюдовую помаду чтобы не перегружать макияж и все готово и посмотрите мне кажется качество дневного макияжа такой вариант очень неплох глаза смотрятся выразительнее так что девочки я вам эту косметику рекомендую советую но на сегодня это все если видео вам понравилось поддержите меня пальчиком вверх но если вы гость на моем канале подписывайтесь давайте дружить до скорых встреч и пока пока